Продолжим такой чуть-чуть отход в сторону анестезиологии, наверное, типичной онкологической проблематики. Но так или иначе, проблемы у нас всех общие, так как пациенты у нас общие и, наверное, анестезиологи-реаниматологи также часто встречаются с проблемами онкологических больных, в том числе в лечении боли. Если раньше мы занимались в основном острой болью, сейчас чем дальше, тем больше у нас появляется проблем в лечении хронической боли. И какие технологии мы сейчас можем вообще предложить для наших пациентов, чем им помочь, как изменить их качество жизни. Ну, боль у нее есть свое определение, его дает АСП, с ним кто-то согласен, кто-то не согласен, но оно такое у нас, какое оно есть, мы живем с ним и на него опираемся. Онкологическая боль достаточно сложная, она сочетает в себе сразу и нейропатическую, и соматическую, и висцеральную, порой тяжело определить, какой из нее больше. Она не всегда связана впрямую с заболеванием, она может быть следствием каких-то сопутствующих заболеваний, может быть следствием перенесенных оперативных вмешательств и не связана с прогрессией заболевания. Но так или иначе, этот пациент зачастую иногда не столько страдает даже от прогресса основного заболевания, сколько страдает от того болевого синдрома, с которым он ходит и обращается от одного врача к другому. Чтобы что-то лечить, наверное, что-то нужно измерить. У нас все подвергается каким-то цифровым измерениям, у нас есть анализы, мы сейчас можем, я не знаю, разложить человека уже на гены, на молекулы и корректировать терапию, исходя из этих генов. Но вот как измерять боль, адекватно ее представлять, пока мы не научились. И ничего более объективного, чем визуально-аналоговая шкала, к сожалению, нет. У нее много субъективного, с ней тоже нужно уметь работать. К великому сожалению, зачастую ее во многих больницах, и не только у анестезиологов, но и у онкологов, ее в принципе нет, им нечего показать. И все мы ограничиваем, ну все мы, кто-то больше, кто-то меньше, обычно ограничиваем с той вербальной шкалой, когда просим пациента оценить боль от 0 до 10. И записываем это в амбулаторную карту, историю болезни, или вообще не записываем, и остается там предъявлять жалобы на боль, и мы обезболили или не обезболили, и дальше пациент продолжает свое этапное лечение. При этом палеотивная помощь в 21 веке, сейчас есть такая парадигма, когда по сути она должна начинаться от того же момента, когда начинается само по себе лечение основного заболевания. И в процессе лечения заболевания, в зависимости от успеха, она либо наращивает, либо сокращает вспомогательная терапия свое влияние, переходит либо в реабилитацию, либо в социальную адаптацию, и в дальнейшем в хосписную палеотивную помощь. Но так или иначе, этот процесс должен идти комплексно и многовекторно в одном направлении. Что у нас есть сейчас? Есть классическая опиоидная лестница ВОЗ. Куда она нас ведет, сложно сказать. В ней три ступени и всего две группы препаратов, направленных на обезболивание. Это, собственно говоря, не опиоидные анальгетики. Из них можно выделить, наверное, наши типичные нестероидные противооспалительные препараты. К ним прибавляется там же термодол чуть-чуть. И дальше опиоиды, которые кто-то делит на сильные, на слабые. Только непонятно, как их делить. Их делить по эффекту или по силе побочных эффектов на сильные и слабые. Но так или иначе, это и есть. И зачастую, порой мы, идя по этой лестнице вверх, спускаемся вниз. И не всегда у пациента есть дозозависимый эффект. С увеличением дозы опиоида увеличивается анальгетический эффект. Порой он анальгезиен не достигается. Количество побочных эффектов медленно, но верно у него нарастает. И в дальнейшем у него количество жалоб на наличие побочных эффектов, он даже иногда превышает количество жалоб на боль. И в моей практике такие пациенты зачастую есть, которые приходят и говорят, я буду терпеть боль, вот вы мне только вот эти таблетки отмените, пластырь снимите. Я больше это не хочу, и, пожалуйста, ко мне больше с этим не приставайте. Вот они, 11 за 1. У опиоидов от 13 до 17 по разной литературе, по разным эффектам, которые они оказывают на организм, и при этом анальгетический эффект, он у него даже не главный. Если взять всю цепь влияния стимуляции миоопиоидных рецепторов, анальгезия там не является главным. Опиоид в организме, ну, опиоидные рецепторы, они не для обезболивания. Они много для чего-то для другого. Они регулируют весь гомеостаз, они есть и в центральной нервной системе, они есть в кишке, они есть в дыхательном центре. И не все они существуют для того, чтобы регулировать именно уровень анальгезии в человеке. Если взять как парадигму острую послеоперационную боль, ну, это же тоже боль. Да, она несколько может быть сокращена по времени, но за последние 30 лет произошла практически революция, и сейчас мы говорим о том, что не должно быть опиоида. То есть послеоперационное обезболивание пациенту можно нанести достаточно большую травму, сделать огромную операцию, удалить там мультивисцеральную резекцию, провести, но при этом не использовать опиоидную анестезию, опиоид в принципе. Что нам мешает взять такую же парадигму и применить ее для пациентов с хронической онкологической болью? У нас же есть возможность проводить региональную анестезию. У нас сейчас есть возможности нейромодуляции радиочастотной, есть возможности термальной дейнервации, криодеструкции периферических и центральных нервных стволов. Нейростимуляция. Региональная анестезия, наверное, наиболее легко доступна, широко применяемый вид анестезии, его достаточно много сейчас в практике любого стационара. Он все шире заходит в лечение онкологической хронической боли, и, наверное, сейчас у всех в регионах уже, ну, в крупных городах-то точно есть так называемые клиники лечения боли. Очень часто они располагаются не в государственных стационарах, это такая типичная коммерческая история. Ну, в городе Москва сейчас и городские больницы, и даже федеральные центры потихонечку берут под свое крыло, и там появляются специалисты, кто так или иначе занимается уже интервенционным лечением боли. И в этом же варианте занимается продленной региональной анестезией. Что для этого нужно? Для этого в первую очередь нужно провести решение, что мы будем проводить и как. Так это может быть, как обычная установка катетера, это может быть тонализированный катетер, это может быть даже порт, установленный к какому-то нервному стволу, куда будет поступать анестетик. Если мы решили, что будем это делать, то следующий вопрос встает, как туда вводить. Как только установился доступ, так же, как сосудистый доступ, после обеспечения доступа нужно обеспечить путь введения. Введение может осуществляться у нас либо дискретным, мы расписываем для медсестры или для пациента, когда он находится на дому, и он сам себе вводит туда местный анестетик, катетер. Туда можно наладить постоянную инфузию и провести контролируемым пациентам анальгезию. Если взять продленную анестезию, наиболее эффективной и наиболее широко применяемой, даже сейчас для амбулаторных пациентов, это продленная эпидуральная анестезия. У нее есть один объективный минус – это большое количество сопутствующих явлений при продленной анестезии. И чем выше уровень блокады, а мы это сейчас можем делать практически до седьмого шейного позвонка, тем выше уровень риска побочных явлений. От этого нужно отказаться? Да ни в коем случае. Зачем? Можно просто подготовить пациента. Мы знаем, с чем связаны побочные явления. Это нарушение вводного обмена. Значит, за этим нужно следить. У него должен быть дневник. Он должен понимать, сколько он выпивает жидкости. Он должен понимать, сколько он выделяет жидкости. И, соответственно, должен быть контакт со специалистом, который ему поможет отрегулировать этот водный баланс. Если нет возможности перорально принимать жидкость, мы всегда можем обеспечить поступление этой жидкости через тот же пролонгированный сосудистый доступ, который мы тоже отслеживаем и используем. Он должен контролировать свой пульс, артериальное давление, также его записывать и следить за его изменениями. Его может посмотреть кардиолог. Если мы знаем, что мы проводим длительную симпатическую блокаду, высокую, которая будет снижать артериальное давление, тогда этого пациента они редко бывают молодыми и здоровыми. Его было бы неплохо отвезти к кардиологу для того, чтобы ему скорректировали кардиальную терапию. А еще было бы неплохо позвонить кардиологу и сказать, зачем к нему придет пациент, а не просто сказать, вы сходите, пусть он вас посмотрит. В результате все закончится тем, что пациент сходит, его посмотрит и скажет ему, продолжайте пить таблетки, вам что-то будет делать другой доктор. И третьим очень важным фактором является обучение самого пациента. Так как какое бы устройство вы не выдали пациенту, электронное либо обычную властомерную помпу, он и его родственники останутся в какой-то момент с ней один на один. И в случае возникновения каких-то нежелательных явлений, первый, кто должен на них реагировать, это либо сам пациент, либо его родственники. Не ждать, когда они дозвонятся до какого-то патронажного врача, до вас ли как до провайдера, либо если у вас централизованная эта как-то система сложная, он должен сам знать, что делать при каких-то первичных нежелательных явлениях, как то, допустим, перекрыть ту же самую помпу, а потом уже дозваниваться до вас и ждать какого-то другого инженерного решения, которое вы до него донесете. Контролируемый пациентом без болезни с 1971 года применяется достаточно широко во всей хирургической практике в Соединенных Штатах Америки. Чуть меньше в Европе, в России у нас, к сожалению, до сих пор только спорадически и не везде, но мы вот в настоящее время в своем центре уже можем даже амбулаторно проводить пациента, мы тем самым снижаем риск побочных явлений при продленной эпидуральной блокаде. У нас нет задачи проводить постоянную инфузию, мы можем легко подобрать дозу, и пациент сам нажимает на кнопку, он уже знает, что он себе вводит лекарства, он информирован о тех нежелательных явлениях, которые могут в этот момент возникнуть, он может попить воды перед этим, если мы знаем о том, что может снизиться артериальное давление, при этом достигнуть адекватного уровня анестезии и иметь минимум каких-то побочных явлений в этот момент. Нейростимуляция и нейромодуляция в основном технологии, конечно, пришли к нам из нейропатической боли, из нейрохирургии, но онкологические пациенты часто имеют травму нервных стволов, им делают обширные операции, им проявляется скелетизация нервно-сосудистых пучков, и зачастую это является причиной той же самой нейропатической боли, почему ей нельзя заняться тем же самым методом, а не топить его в опиоидах, которые ему в этот момент, кстати, не помогают. Опиоиды помогают от всех типов боли, к сожалению, кроме нейропатической, там они практически неэффективны. Термальная деструкция, криодеструкция нервных стволов, хирургическая денервация, ну, совсем диковинные для нашей страны, к сожалению, сейчас чем дальше, тем больше, слава богу, это заходит, много людей, кто интересуется данной тематикой, мы расширяем круг, кто применяет, да, может быть, чуть больше за счет того, что часто это такая коммерческая история, преимущественно это хронический low-back pain, это динервация медиальных ветвей фасеточных суставов, ну, там и эффект понятный, и красивый, и пациент доволен. С хронической онкологической болью тут все сложнее, это путь, к ней нужно прийти, это нужно пройти путь блокад, длительных блокад, выбрать четко стволы, и только потом уже заняться динервацией, так как если сразу пациенту проводить динервацию, либо термальную, либо криодеструкцию нерва, там, хирургически его обрезать, не проверив перед этим рядом блокад тот эффект, который получим, зачастую можно получить усиление болевого синдрома в зоне иннервации, получить нейропатию в зоне иннервации корешков, а при этом не помочь ни от той боли, и сформировать еще один очаг хронического болевого синдрома, который будет еще больше инвалидизировать пациента, а еще при этом получить, ну, зачастую выпавшие функции в зоне иннервации. Почему же так узко применяется и нечасто пациенты у нас оказываются? Ну, болевой синдром всегда объясним. Сначала, когда, если у пациента находит заболевание, его объясняют наличием заболевания. И так как у пациента есть путь, его сначала будет лечить хирург, потом он попадет на химиотерапию, его будут лечить специалисты-онкологи на разных этапах. И, к сожалению, к анестезиологу он пойдет тогда, когда все вылечат те заболевания, которые у них есть, и благополучно уже в такой перетерминальной стадии он отправится к доктору-анестезиологу для того, чтобы хоть там что-то сделали, при этом имея уже в арсенале ряд противопоказаний к проведению регионарных методик. Очень часто в медицинской документации, в принципе, отсутствует. И к нам пациенты приезжают. Мы даже честно своих пациентов периодически, когда наши онкологи присылают, пациент три года лечит боль, ни в амбулаторной карте, ни в истории болезни, боль не описана. Там написано все, что угодно, вот он на молекулы разложен, там заболевания по генам, разные препараты, которые стоят безумных денег, но при этом ни о том, что у него боль, ни о том, что ее лечат, никто, к сожалению, не написал. Он сам пьет какие-то таблетки, кто-то ему что-то советует, таблетки, травы, еще что-то. Нет регистрации осложнений применения опиоидов. Опиоиды назначаются, от них есть осложнение, пациенты регулярно попадают в больницу с осложнением применения опиоидов, но есть там те же Соединенные Штаты, честно говорят, что у них опиоидный кризис, у нас его нет. Мы можем честно сказать, опиоидного кризиса у нас нет, так как нет и осложнений применения опиоидов, и, собственно говоря, мониторинга лечения боли этими же самыми опиоидами. Ну и, собственно говоря, регионарная анестезия, это больше воспринимается как терапия отчаяния, нежели как какой-то компонент лечения хронического болевого синдрома. Ну вот, собственно говоря, наша лестница. Вот так у нас нарастают обычно побочные явления. И где-то вот четвертой ступенькой появляется у нас регионарная анестезия. У пациента со всеми осложнениями уже лечения и химиотерапевтическими препаратами, лучевой терапией и всем, чем возможно. И вот он на четвертом этапе попадает только к нам в Центре лечения боли, где мы пытаемся что-то с ними дальше делать. Можно представить вот так эту лестницу. Может быть, у нее будет даже не четыре ступеньки, а больше. И сложить ее с фундамента в виде мультимодального обезболивания. Мы используем его каждый день у пациентов, которые приходят к нам на операцию. Почему пациенты, которые находятся амбулаторно, получают стадийное лечение от онкологического заболевания. Почему им нельзя выложить такую же лестницу из разных способов обезболивания. И вот таким образом, применяя их в малых дозах, удерживать болевой синдром в том комфортном уровне, который был бы удобен нашим пациентам. И в том числе позволил бы нам изменить качество обезболивания для них, снизить количество побочных эффектов, значительно улучшить качество их жизни. И, наконец, достичь того пациент-ориентированного подхода, про который мы так стремимся, говорим и везде, собственно говоря, про него рассказываем. Вот, ну, как сказать, спор, наверное, вечный. Медицина – это искусство или ремесло. По-разному можно к этому относиться. Ну, вот кто-то из семи нот и семи цветов создает шедевры. И, наверное, у нас нет никакой необходимости иметь две ноты в трех аккордах и использовать два типа препаратов, и при этом не иметь возможности помочь нашим пациентам. Продолжение следует...